Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна, мы с вами как-то уже говорили об этой девушке, молодая актриса Кристина Асмус, она уже выкладывала, она периодически выкладывает фотографии в инстаграм, фотографии откровенного характера, провокационной фотографии, вы знаете, что она была супругой Гаррика Харламова, они развелись, и она снялась в фильме «Текст», может быть вы помните такой фильм, там была довольно откровенная сцена с ее участием, эту сцену бурно обсуждали и так далее, но после этой сцены ничего такого, чтобы громко было, не было, и вот Асмус постоянно выкладывает какие-то фотографии, что называется, оголяя разные части тела, то она обнаженная в ванной сидит, прижавшись к коленям, а то она, значит, встанет около подоконника, пятую точку свою, так сказать, сделает назад в короткой юбочке. Вы знаете, друзья, что мне хочется сказать, в данном случае она опубликовала фотографию, которая людей и возмутила, и не возмутила, но тем не менее, мне хочется сказать вот на ее примере о молодых актрисах и о тех стандартах, которые сейчас есть. Вы знаете, оголить себя и показать жопу, извините за выражение, или грудь голую, как в данном случае это происходит, и тем самым вызвать шум вокруг себя, может любая девушка. А вот выйти на сцену, я сейчас говорю и о певицах, и о певцах, и об актрисах, об актерах, неважно, выйти на сцену достойно одетым или одетой, и сыграть или спеть так, чтобы зал стоя аплодировал, вот это и есть настоящее искусство и творчество. То, чем занимается Асмус, с моей точки зрения, не имеет ни малейшего отношения к творчеству. Выкладывать себя в заранее политой водой майки на грудь для того, чтобы было видно соски, я не знаю, какое это имеет отношение к творчеству, я думаю, что это имеет отношение исключительно к хайпу и к обсуждению. Вы знаете, дело все в том, что когда она подписывает фотографии, я не с Гариком и так далее, исключительно желание выехать на известности бывшего мужа и так далее. Вы понимаете, дело не в том, они могут все что угодно делать, обливать себе водой, показывать соски, попу, любые прелести. Вопрос в другом, вопрос в том, что они же претендуют на какие-то роли в фильмах, а эти фильмы смотрят в том числе и подростки, в том числе и молодые люди, у которых формируется определенное восприятие жизни после этих фильмов. Вот взять фильм-текст, если уже все сказано, пересказано, перемусольно об этом фильме, но вот эта конкретно, вот эта часть, которая была показана, где она там раздевалась, и они занимались, что называется, любовью, сексом, она абсолютно была не нужна. Она, в принципе, по сути, была не нужна. Это был вот такой эпизод ради эпизода, потому что фактически никто фильм-текст особо и не помнит, кроме этого эпизода. Вы понимаете, в чем дело? Поэтому, конечно, я считаю, что это отвратительно абсолютно, и меня это возмущает. Вот что пишет лента.ру. Кристина Асмус взволновала поклонников фотографии в мокрой майке. Я не знаю, кого она взволновала, но люди восприняли очень негативно. Вот что, значит, еще сообщают. Актриса Кристина Асмус опубликовала в соцсетях фотографии в мокрой майке и взволновала поклонников. Мы об этом говорим не говоря о Кристине Асмус. Мы говорим о том, что сейчас, что поющие трусы на сцене, лифчики, мокрые майки, трусы. Все, понимаете, в чем дело? Где настоящее искусство? Где настоящее творчество? Посмотрите фильм «Девчата». Там есть какие-то мокрые соски. Вот я не знаю, может быть, посмотрит кто-то из знакомых Кристина Асмус или сама Кристина Асмус. Вот мне хотелось бы обратиться и сказать, уважаемая Кристина Асмус, посмотрите фильм «Девчата» советский. Фильм на все времена. Вечный фильм. Добрый, замечательный. Там есть какие-то мокрые майки, голые соски. Да нет же, нет. Там есть актерская игра. Там есть талантливая игра замечательнейших актрис. Чувствуете, в чем отличие между вами и этими девушками, которые, сыграв в относительно молодом возрасте, что называется, остались в вечности. Ваши соски мокрые, они не останутся в вечности. Они останутся только лишь в похотливых умах тех людей, которые, что называется, на уровне с вами находятся. Меня это возмущает, почему? Потому что сейчас среди молодежи идет тренд на какой-то постоянное себя, можно, не знаю, одеться, сфотографироваться, пожалуйста. Но когда это вот переходит рамки в том смысле, что нужно фотографироваться обязательно чуть ли не в трусах, или прижатой грудью к коленям, или к какому-то дивану, или к какому-то, я не знаю, стояку. Понимаете, в чем дело? Надо прижаться обязательно чем-то. В чем здесь творчество? Творчество, вы понимаете, дошло до уровня просто голого хайпа. То есть, если ты хочешь, чтобы о тебе говорили, не творчеством этого добиваются, а голыми сосками. Ну, в этом и отличие, к примеру, замечательнейших актрис, которые снимались в советских фильмах, да, и которые будут смотреть еще десятки-десятки лет. И там не допускались никакие вот такого рода вещи. И тех, кто сейчас снимается, когда она вроде снялась, вроде была женой Гарри Хра, а вроде бы ее и нет. Понимаете? И всячески хочется напомнить о себе. Да еще и с каким-то, как мне кажется, вот искаженным моментом в... Ей мужика не хватает. Понимаете? Я вот скажу честно. Ей мужика просто не хватает. Посмотрите ее инстаграм. Ей не хватает хорошего, нормального такого мужика, который, вы знаете, вот на недельку с ней уедет. Она на Шри-Ланке находится, пожаловалась на жару, облила майку зачем-то и, значит, вроде как ей жарко. Вот на недельку с нормальным мужиком на Шри-Ланку и никаких сосков не будет, ничего не будет вообще. Она забудет вообще об этом. Это же, понимаете, это желание девушки не просто эпатировать, не просто заставить говорить о себе. И не только связано с творчеством, чтобы не забывали. Понимаете? Это еще и желание девушки, внутренняя неудовлетворенность просто, по сути. Неудовлетворенность и желание вот этого эротизма. Я еще раз говорю, нормальный мужик утихомирит ее за два дня так, что она больше ни одной фотографии вот такого порядка не выставит. Не встретила девушка. Можно сказать, что да, это пока еще, ну что скажешь, ну не встретила, встретит. Но я считаю, что это недопустимо, такие фотографии абсолютно. В подписи к фотографии, сделанной в Шри-Ланке, артистка пожаловалась на жару. Ну, прекрасно видно, что она припотела, маечку, так сказать, полила там, я не знаю, или что сделала. В комментариях взволнованные подписчики Асмус обратили внимание на то, что на снимке видна грудь актрисы, будто бы когда она фотовалась, она этого не заметила. Значит, меня Инстаграм бы забанил за такие выкрутасы, пошутил комик Денис Косяков. Действительно жарко, прокомментировал еще один пользователь. Значит, друзья, что я хочу сказать. Вот пишут, 8 июля сообщалось, что американская певица, а у нас все идет потихонечку оттуда, Холдзи опубликовала в Инстаграм обложку грядущего альбома, на которой предстала с обнаженной грудью. Подписчики и артистки удивились, что та сумела избежать блокировки в соцсети, блокирующей контент с женскими сосками. Можно вообще раздеться. Можно вообще прийти к времени, когда мы все были, что называется, первобытными людьми, ходили голыми и бегали, охотились на мамонта. Но тысячи лет эволюции, друзья, были нужны не для того, чтобы мы сейчас деградировали до сосков, а для того, чтобы мы понимали, где можно их показывать, а где нет. В спальне с любимым мужчиной только за и как можно больше. Но на публичное всеобщее обозрение, ну как мне кажется, это совершенно недопустимо. И это касается всех сейчас молодых актрис, которые, вы просто посмотрите, сколько их, этих голых жоп, извините за выражение, задниц, и голых этих сисек, уж извините меня за выражение. Невозможно просто. Хочется творчества, хочется высокого уровня культуры, хочется не хайпа, а именно какой-то вот творческой составляющей. Хочется запомнить актрису не потому, что она разделась, а потому, что она классно сыграла. Хочется запомнить исполнительницу, певицу, не потому, что она в каких трусах она там была, сверкая одним местом, а потому, что она замечательно спела. Понимаете, я считаю, что культура и все, что происходит, да, вот культурный слой, они могут либо общество развивать, и тогда общество эволюционирует, либо просто-напросто низвергать к животным низменным инстинктам, что и делает, как я считаю, Асмос, выкладывает такие фотографии. Она часть культурного слоя, она актриса. И выкладывая такие фото, она неизбежно влияет, влияет, друзья, да, вы скажете, что она там влияет, кто она такая. Нет, она влияет на культуру в целом, потому что она показывает, в том числе подросткам, которые подписаны на нее, которые смотрят, друзья, ребята, так можно делать. И они будут пародировать, они будут подражать, они будут выкладывать такие же фото. Она также, как Бузова, еще раз говорю, вот возьмем грань, она ее отодвигает и говорит, можно, можно переступать грань дозволенного. Этого делать нельзя, ни в коем случае, особенно публичным людям, потому что их смотрят подростки, их смотрят дети. И я не понимаю, почему эту фотографию действительно соцсеть не заблокировала. Считаю это недопустимым и абсолютно контрпродуктивным. Друзья, интересно ваше мнение, пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Тема, еще раз говорю, не связана напрямую даже с Асмус. Не Асмус, не ее соски меня особо не интересует. Меня интересует, в принципе, то, что происходит в культуре нашей страны сейчас. То, что происходит в театральной среде. Понимаете, то, что происходит на эстраде, то, как это влияет на молодежь, на детей, то, в какой стране, в конце концов, с каким уровнем культур будет жить мой ребенок, мои дети. Я думаю, это будет волновать любого нормального родителя. Друзья, пишите просто ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал. Напоминаю, что у канала есть инстаграм. Будда Гришна, нижняя подчеркиваю, единичка на латиниц. На русском Будда Гришна рядом с три российских флага. Присылайте ваши новости. Обязательно они подут в эфир. Творите контент на канале вместе со мной. Будьте здоровы, друзья. С вами был Будда Гришна. Всем пока. До встречи.